Привет! Я надеюсь, что меня хорошо видно и слышно, потому что сегодня я хотела бы поделиться с вами историей, которая мучает меня уже на протяжении почти 7 лет. Я сейчас начинаю вам это рассказывать, еще даже до того, как я начинала это рассказывать, у меня... В общем, начался приступ тахикардии, и я прямо сейчас даже чувствую, как у меня сердце стучит вот здесь в горле. Просто я решила бы делиться этим на камеру с той мыслью, что хотя бы после этого мне станет немножечко легче. Я забываю очень многие свои прошлые отношения, я забываю то, что было в этих отношениях. Многие вещи я уже практически не могу вспомнить, но эту историю я помню практически досконально уже на протяжении почти 7 лет. Ну и начать мне хотелось бы с того, что первые мои отношения, которые вообще были в моей жизни, они были с абьюзером, полнейшим абьюзером, как это теперь модно называть таким словом, да. Раньше это называлось просто тиран. Это был просто ад на земле, потому что мне запрещали носить юбки, мне запрещали краситься, меня заставили удалить страницу, заставили перестать общаться вообще со всеми своими друзьями. Меня заставили практически отказаться от моей субкультуры, хотя для меня это вообще верная смерть. Я себя без культуры никогда не представляла. То есть не носи юбки, если ты куда-то идешь, иди обязательно с мамой, сфоткайся, что ты идешь с мамой. Ну, в общем, все в этом духе, и это был просто кромешный ад. Сейчас я понимаю, что от этого нужно было избавиться сразу и никогда не терпеть к себе подобные отношения. Но тогда для меня все это было очень важно, потому что это были мои первые отношения, и я не знала, какая должна быть в принципе в отношениях модель поведения. Ну, я все это терпела, и когда меня бросили, да, и вот выбросили из этих абьюсивных отношений, я очень сильно переживала. Для меня это было офигительной просто трагедией. Я днями ничего не ела, постоянно ревела в подушку, обижала близких, обижала бабушку, маму, довела их до слез, за что у меня очень-очень стыдно, особенно перед бабушкой, потому что сейчас ее уже со мной, к сожалению, нет, и я даже не могу перед ней извиниться за все это. То есть тогда, на тот момент, да, мне казалось, что это конец света, но конец света был дальше. Я начала очень сильно выпивать со своей одногруппницей, со своей подругой, да, и, ну, как бы вот так вот все и началось – пить, курить. Ну, и вот, в общем-то, наступает второй курс колледжа. Мы начинаем с одногруппницей забивать пары, пьем, курим, нам на все пофиг, мы ведем такой достаточно разгульный образ жизни, потому что, ну, я слетела с катушкой на тот момент, да. И вот, собственно, на втором курсе в один из дней нам объявляют, что к нам на курс должны прийти два новых мальчика. Мальчика этих перевели к нам в группу, потому что они были на курс старше когда-то, но их забрали в армию, и теперь они опускались уже как бы на курс ниже, поэтому они попали к нам. Ну, и вот, собственно, наступает день Икс, приходят к нам в группу эти двое новеньких. Ну, я такой человек, да, я как бы люблю мужчин, можно сказать так. Вот, я сразу так рассмотрела, но внешность мне показалась ничего особенного. Ну, как бы ни один, ни второй мне сначала не понравились. Мальчиков обозначим буквами В и А. Вот история наша как раз будет про букву А. И вот получается, в первый день, да, когда они к нам пришли, после занятий мы с А садимся в маршрутку в одну. Как казалось, нам ехать нужно было в одну сторону. И, собственно, едем домой. И тут я ловлю себя на мысли, что мне становится интересно, что это за человек. Что он из себя представляет, кто он вообще такой. Потому что внешне, да, он мне сначала показался ничего особенного. Но внутренне это было что-то такое, отличное от других, от людей, которых я видела до этого. Вот я сижу в маршрутке и достаю свое карманное зеркало. Достаю, делаю вид, что я смотрю в него, выправляю макияж. А сама этим зеркалом пытаюсь заглянуть в себя за плечо, чтобы увидеть, чем занимается А. Я долго смотрела, смотрела на него, пыталась разглядеть. Думаю, что в нем такого особенного. Потому что до этого, вот буквально в этот день, да, когда он пришел, я его начала рассматривать, девочки это заметили. И они сказали, и даже не вздумай связываться, потому что у него очень много девушек. Как бы всегда было и всегда будет. И они там не задерживаются буквально дольше нескольких месяцев. И вот мне стало интересно, я смотрю, смотрю, и я понимаю, что он смотрит в зеркало. То есть он заметил, что я за ним смотрю. Я быстренько убрала зеркало и сделала вид, что ничего не делала. И вот идут дни. Я за ним наблюдаю. Мы, в принципе, начинаем нормально общаться. Я с моей подружкой лучшей на тот момент... Ну, постоянно с ним общаемся. Он нам что-то даже рисует на руках. Он очень хорошо рисовал. Но сейчас хорошо рисует. Это у него не отнять. И все бы ничего. Ну, все шло ровно. Как бы общаясь с человеком. Что тебе, собственно, не хватает? Но я такой человек, который свои предыдущие отношения, то есть предыдущую боль пытается закрыть новой болью. Пытается найти себе новую хрень, по которой он потом будет переживать. И вот, собственно, наступает день Х. День, который лучше бы вообще не наступал. День, который разделит мою жизнь на до и после. Вот так вот пополам. Из-за которого мне плохо по сей день. Из-за которого я раз в несколько месяцев становлюсь больной. Иногда на неделю. Иногда на месяц. Иногда больше, как в последний раз. Ну, и, собственно, что произошло в этот день. Был урок, кажется, истории или общества знания. Чего-то такого. Народу осталось мало на паре. И так получилось, что я и А сели за одну парту. Это была последняя парта. И тут меня переклинивает. А замучу я по приколу с А. А почему бы и нет? Тут должна быть фраза пранки, вышедшая из-под контроля без регистрации смс. Я недолго думаю, пускаю свою руку под парту. Беру его за руку. А он, в свою очередь, отвечает мне взаимностью на это. Тоже меня берет за руку. Гладит мою руку. Я сижу в шоке. Думаю, вот это да. Вот, собственно, таким образом и началось наше более тесное общение. Ну, почему общение? Потому что отношениями это никогда нельзя было назвать. Вот вообще никогда. Мы не встречались, наверное, ни дня. Ни дня за все. Это общение. Меня не любили. Не ценили. Не хотели быть со мной всю жизнь вместе. И сначала казалось, что все идет вполне неплохо. Мы вместе постоянно катались домой, сидели вместе на парах, держались за ручки, целовались. Романтика, вся фигня. И, в принципе, мне казалось, что все нормально. Но вот в один момент я начинаю понимать, что ко мне относятся как к тряпке. Но механизм уже был запущен на тот момент, и процесс был не остановить. С моей самооценкой все было настолько плохо, ну, что мне абсолютно было плевать, как ко мне относятся. То, что об меня вытирают ноги. Я любила, я горела этими отношениями. Я тянулась к человеку. И мне кажется, я была готова даже убить ради этой любви. Наши взаимоотношения строились таким образом. Он мне пишет. Я радуюсь, летаю от счастья. Потом идет неделя игнора. Я плачу, ничего не ем. Пытаюсь остыть, забить. Но в итоге все повторяется. То есть это вот такой вот механизм, который запускался по кругу раз за разом. И вот очередной раз мы не общались неделю, и тут мне приходят сообщения ВКонтакте с адресом. Типа, приходи, посидим. Я такая, почему бы нет? И как раз я ехала вот за то место, я ехала на пары, и как раз я проезжала вот за то место, где мне нужно было выйти. Я выхожу недолго, думаю, иду туда, на квартиру. Я сидела там, провела время там до самого вечера, естественно, и никуда никакие пары не пошла, потому что, как я уже говорила, процесс запущен. Помешательство было не остановить. Ну и вот так вот строилось наше дальнейшее общение. Я часто там болталась на хате, потом меня игнорили, потом что-то мы опять болтались в колледже, потом меня игнорили, потом опять болтались на хате. И вот так вот и проходило наше общение. Ну и при всем при этом с друзьями, со своими, да, меня знакомить никто не собирался, и я это чувствовала. Мне было очень обидно, потому что, ну, я, наверное, была слишком ущербна для этого. Скорее всего, человеку было вообще стыдно, что он встречается с Эмма, встречается с неформалом. И, ну, типа она бегает за мной, да, почему бы и нет, почему бы не отвечать взаимностью, если человек сам за тобой бегает. Ну вот, собственно, идут дальше месяцы, уже начинается декабрь, снег пошел. Опять игнор неделю или даже больше. Я наплевала, зашла в приложение Друг Вокруг. Она тогда еще была не совсем полным приложением для извращенцев, да. Нахожу там какого-то неформальчика прикольного, иду с ним гулять. Мы с ним миленько так погуляли по железнодорожному мосту, пообщались, разошлись. Я сажусь в маршрутку, чтобы доехать домой. Еду. И кто бы, вы думаете, вываливается на одной из остановок мою маршрутку. Правильно. И мы опять начинаем общаться. Я прощаю, я в слезы, я такая радостная, я такая дура. И все повторяется опять по кругу. Только с каждым днем все становилось хуже. Тут в один из дней мне хочется сделать приятный человек, да. Я думаю, ну ко мне будут, наверное, лучше относиться, если я буду, блин, задаривать человека подарками. Вот такое у меня какое-то было мнение. Я покупаю, бегу рубашку, сбегаю с пар, покупаю рубашку клетчатую, привожу ее в колледж. А у него на коленях сидят бабы. Чуть ли не по очереди там. Его одногруппница из старой группы. И это как бы считалось нормой, блин. Это типа дружеские такие отношения. Я не знаю, почему, но я не понимала такой дружбы. В общем. Я в слезы, в жуткие слезы. В туалете сидела, плакала. И тут девки говорят, пошли в магазин. Я такая, а пойдемте. А на улице мороз. И я, чтобы на меня обратили хоть капельку, блин, внимания, я оставляю куртку в аудитории, в театральной. И иду на улицу в рубашке с коротким рукавом. Мороз, снег. А я иду 15 минут до магазина и назад в рубашке без рукава. И что вы думаете, когда я пришла? Я, ясен пень, на меня внимания никто не обратил. Только девки сказали, что я долбанутая. Я не знаю, на что я рассчитывала. И я понимаю, что вы сейчас, когда прослушаете эту историю, скажете, какая дура и зачем мы вообще досмотрим, блин. Но мне просто хотелось поделиться. Я знаю, что это видео будет очень долгим. И в итоге мой план провалился. Ну и на этих качелях в итоге-то я прокаталась 3 месяца. Честно сказать, я ни о чем не жалею. Больно, неприятно, обидно. Но жалеть я не жалею. Мне радостно, что у меня когда-то были отношения вот такие, которые могли заставить там сорваться с места. Все такое. Было и хорошее, и плохое. Были и поцелуи на рояле за сценой, и посиделки на квартире, и пьяные разговоры после блейзера, и ночные разговоры по телефону до утра. И много-много-много всякого было. И хорошего, и плохого. Ну вот, настает, собственно, день, который все пустил под откос. Я, значит, утром 31 декабря прибегаю к А в красивом платье, такая наряженная, типа, там в каких-то сапожках, которые осенние были, в принципе. Вот, ну, я прибежала, там мороз жуткий стоял. Я в легкой шубе. И, ну, как бы нам нужно было обсудить, что мы вместе вечером пойдем к его друзьям отмечать Новый год. Вот. Вы все обсудили, договорились. Но он говорит, ты сначала едь к подружке своей, ну, к одногрупнице, то, что я рассказывала, отметьте там с ней, короче, Новый год, а потом я тебя заберу. Ну, я еду безо всякого. Мы там это сидим, с ней салаты нарезаем, радостные такие. Блейзеры напились, короче, уже до Нового года. Такие поддаты. Отмечаем, собственно, ну, начинаем отмечать. И тут он мне пишет. Знаешь, у меня, короче, что-то я поругался тут с родителями, у меня испортилось настроение. Я никуда, наверное, не пойду, отмечу дома. Я такая, ну, ладно, типа, я расстроенная, конечно. Ну, ладно, типа, отмечай дома. Мы отметили, легли спать где-то часа в три с подругой. И утром я залезаю в инстул, лезу на страничку подруги, А, и вижу у нее историю, что этот сволочь, он мне наврал и отмечал с ними Новый год, а мне наврал просто, чтобы меня им не показывать. И мне стало настолько обидно. Я просто вскакиваю, одеваюсь, вот, и ни с кем практически не прощаюсь. Так что-то скомканно, хотя люди меня приглашали на Новый год. Ну, типа, глянь, я у них отмечала, ела, пила, да, спала. Я толком не прощаюсь с ними. Бегу туда, к нему на квартиру. Бегу, даже не застегнувшись, в куртке, вот на распашку. Там мороз опять, снег, мороз очень-очень сильный был. Прибегаю, бегом поднимаюсь просто на какой-то седьмой, восьмой этаж. Вот я этаж, честно говоря, забыла, вот как из головы просто вылетел. Вот единственное, что, наверное, вылетело. Поднимаюсь, стучу в дверь, открывает дверь его отец. А отцу я очень не нравилась, потому что, ну, как бы он один раз меня там на квартире запалил. Хрен его знает, что он там про меня подумал. Вообще, внешне ему не нравилось, потому что, ну, явно не так он для своего сына там представлял избранницу, видимо. Он начинает ругаться на него, его выгоняют. Он жил вообще один, но тут что-то родители к нему на Новый год приперлись. А он блюет. Ну, прям вот жутко, ну, видно, что перепил, короче, ну, не в состоянии со мной разговаривать. Я его что-то спрашиваю, он опять блюет, ну, короче, бежит блевать. В общем, разговора нормально у нас не получилось. Я в шоке, я в слезах. Иду на остановку, и тут меня неожиданно, значит, подхватывает мой батя на машине, мы едем домой. Я приезжаю, и просто у меня не было сил уже даже плакать. Просто сажусь на пол, и все, и сижу. И потом в один момент понимаю, что у меня температура шпарит вот просто. Я настолько горячая. Когда я сильно нервничаю, да, ко мне начинает привязываться всякая дрянь. Вот. И, в общем, я очень-очень сильно заболела. Максимально сильно. Я с высокой температурой сначала валялась дома, потом в больнице. Я писала, что я в больнице, как бы человеку было абсолютно все равно, где я, что со мной. Ну, в общем, выздоровела кое-как, да, ничего не ела, не пила, просто в слезах там. Ну, со мной не общались, меня посылали. Я там что-то пишу, мне отвечают, что ты хочешь. Я такая, я хотела узнать, как у тебя дела, там все ли у тебя хорошо. В общем-то, в этот же период я знакомлюсь с мальчиком, одним с орла, да. И еду к нему в гости. Ну, мать такая, ну ладно, съезди, развейся. Ну, как в гости, просто погулять. Ну, вот мы гуляем, там сходили в кофейню, пиццы поели. Ну, а я в воду опущенная, то есть, ну, не хотелось мне даже, как я привыкла отношения, отношениями запивать. Я просто стою на вокзале, там мальчик, он у меня, по-моему, там уже как-то так даже влюблен. В общем, как-то даже он, по-моему, меня поцеловал, вот этот момент я не помню. И я еду в электричке домой, и я такая, а пойду к нему на квартиру. Вот вроде казалось, что все, уже все, мы договорились с этим мальчиком, что я забываю про этот период своей жизни, но меня переклинило в электричке, я такая, пойду к нему на квартиру. Ну, в общем, я прихожу туда, стучусь, открывает, по-моему, то ли мать, то ли батя. И, в общем, сначала выходить вообще не хотел, потому его мать, по-моему, выгнала все-таки поговорить со мной. Ну, женская солидарность, наверное, вся фигня. И вот этот разговор у меня очень сильно стерся с памяти, потому что он был жестокий. И я помню, что я что-то спрашивала, я там признавалась в своих чувствах, я там рассказала вот все-все-все буквально, да, все, что у меня было на душе на тот момент. А мне говорят, иди отсюда. Просто иди отсюда, то есть, ну, как бы, посылают, не говорят, что... А, я хорошо запомнила фразу, это все, это конец. Я такая, в смысле, конец. Ну, вот так вот, это конец, иди отсюда. То есть, прямым текстом, что мы расстаемся, мне никто не сказал. В этот момент, как я вышла из подъезда, я даже не помню. Я помню, что у меня потемнело в глазах, я просто вышла на улицу, села в сугроб голой задницей. Ну, не прямо голой задницей, в смысле, не прямолинейно, а, в общем, вы поняли. И сидела там очень долго. Подходит его мать, спрашивает, все ли нормально? Я такая, да, все нормально, да. Сама сижу в сугробе. И вот в этот момент я включаю у себя на телефоне бардовскую песню. Песню Зои Ященко «С крыши город». И вот эта песня, она прям идеально отражала тот момент. Ухожу по ночной дороге из весеннего сумасбродства. И с каждой улицы нетерпимей ощущаю свое сиротство. И вот под эту песню я пошла на остановку. Вот, мне там уже звонит батя. Где ты? Вся фигня. Почему тебя нет дома? А там уже, ну, реально очень темно, маршрутки не ходят. Я, в общем, кое-как, я даже не помню, на чем я добралась. Но, в общем, на чем-то добралась. Какая-то маршрутка там полуночная приехала. Я приезжаю домой. Мамка там с бабушкой радостные. Новый год старый встречают. Я ложусь прям в куртке под одеяло. Накрываюсь и бьют куранты. А я навзрыд рыдаю. Просто в голос. А наутро мне опять нужно ехать что? В колледж? А в колледже кто? Правильно. Он. И, в общем-то, я пытаюсь опять что-то до него доколупаться. Мне не хватало вот того, чтобы мне напрямую, видимо, сказали, что мы расстаемся. Я бегаю за ним по лестницам. Он от меня бегает. В общем, какой-то детский сад. И вот, наконец-то, я его хватаю. Говорю, ты можешь объяснить вообще, что происходит? Ничего. Мы расстались. Я такая... И вот тут вот все. Я такая... Понятно. И вот в этот момент я не заплакала. Ничего не было. Но творилось со мной вот что-то невообразимое просто. То есть меня там уже не было. Я уже морально была в другом месте. И вот, собственно, дальше у нас идет пара грима. И на гриме преподавательница не знала, что мы разошлись. И тут просто происходит историческая фотография. Вот ей нужно было сфотографировать грим. Она сажает меня к нему на колени. Он сидит ужасно злой. А я сижу с хитрой, но такой отчаявшейся улыбкой. Вот меня как будто в тот момент уже не было там. Вот все. Меня в этом мире нет. И руки, которые я изодрала до этого момента уже просто в клочья. Это были так себе мелочи жизни. Вот. Ну и, собственно, так как у меня проблемы с нервами, да, всю жизнь. То есть там какие-то есть определенные проблемы. Я про них рассказывала уже ранее. У меня всегда в доме были таблетки. Вот был какой-то праздник. Дома никого не было. Все уехали куда-то в гости. Я беру таблетки. Выпиваю. В принципе, дальше вы все поняли. И, собственно, я вместо того, чтобы... Я просто сплю. Сплю три дня. И вы не представляете, какой у меня был шок и ужас, когда я через три дня просыпаюсь. Вот я медленно так стала засыпать. Вот у меня уже блаженство, такое кайфарики, да. И я просыпаюсь через три дня. Мне надо возвращаться в этот сраный ад. Я понимаю, что я не хочу там жить. Я не могу больше. И вот я валяюсь дома несколько дней. И, блин, мне же надо опять идти туда. Мне нужно возвращаться. Потому что я же не могу постоянно дома находиться. И вот мне в голову приходит мысль перевестись на другую специальность. Я иду к классу руку, к своему спорю. Я плачу. Я говорю, я не могу. Когда он рядом находится, я не выдержу. Я говорю, переведите меня, пожалуйста, на другую специальность. Ну, он, собственно, поспорил, поспорил. В принципе, и забил на меня, да. Я не была таким прям уж нужным, наверное, членом коллектива, чтобы переживать о моем уходе. И, собственно, я уже стояла с документами о переводе на другую специальность возле учебной части. И меня отговорила преподавательница наша по сцену движению. Вот. Она со мной поговорила, сказала, что оно того не стоит. И, собственно, было принято решение просто в наглую игнорировать, как будто человека нет. Вот просто вот он и сидит. А кто сидит? А сидит в пустое место. Мы, собственно, его игнорили. Он потом вовсе перестал ходить на пары. И, конечно, к моему большому счастью, у меня на тот момент появился новый молодой человек. Лучше бы он вообще никогда в моей жизни не появлялся. Вот про этого человека у меня вообще ничего сказать хорошего. Появился этот человек. А сам перестал ходить на пары. Слился, ушел. Ну, и как бы вот так вот и закончилась. Замечательная эта история. На данный момент мы не виделись уже пару лет. Потому что я переехала на другую квартиру. На предыдущей квартире я его встречала достаточно часто. Потому что это был один район. Собственно, встречала. Вроде поговорили, все нормально, да? Как хорошие друзья, как будто ничего не было. А по вечерам я рыдала в подушку. То, что я переехала, мне кажется, это большой плюс. Плюс я хотя бы не вижу его, не вспоминаю настолько часто, как я его вспоминала раньше. Но все равно в моей жизни остались какие-то триггеры, да? Которые заставляют меня об этом, обо всем вспоминать. И потом я месяцами хожу больная. От этих мыслей. О том, что может я как-то себя неправильно вела. Может быть это я виновата. Это я такая плохая. И это я виновата в том, что со мной так поступили. И эти мысли не дают мне до сих пор покоя. Я просто каждый раз, когда его видела, у меня сердце срывается куда-то вниз. Мне становится очень-очень плохо. Я вспоминаю все-все-все, что произошло. И мне жутко. Хотя, в принципе, я понимала, на что я шла. Но все равно плохо. Вот такая вот вышла история. Очень затянутая, наверное. Сомневаюсь, что все дослушали ее до конца. Но мне просто нужно было это рассказать. Мне действительно очень плохо. Сейчас я уже успокоилась. В начале видео мне было прям очень плохо. Вчера вечером я ревела. Потому что он мне написал. И как-то мы так и поговорили. Типа, как хорошие знакомые. Но меня это триггернуло. И я такая, все. Пора высказаться. Пора рассказать людям, почему я такая долбанутая. Почему мне постоянно плохо. Что меня так сильно беспокоит. Люди, которые будут сейчас мне писать. Сходи к специалистам. Ходила. Очень-очень к многим. Внушали. Таблетками, печками. Единственные таблетки, которые я сейчас оставила. Это антидепрессанты. Потому что без них вообще жить не могу. У меня просто кукушка едет. Ничего мне не помогает. Потому что, ну. Если бы эти отношения продлились дольше. Мне кажется, он бы мне сам надоел. Вот. И я бы так сильно об этом не загонялась. Но так как они закончились. Так как они закончились. Мне очень плохо. Я надеюсь, эта история. Будет для кого-то поучительной. Кто-то поймет, что не надо так делать. Не надо. Что-то себе в голове придумывать. Не надо гореть. Вот так вот. Бегать за кем-то. Кого-то сильно любить. Как я уже говорила. Готовы быть. Убить просто за этого человека. Нельзя любить никого так, как я люблю. Я, если кого-то люблю, то, ну, это капец. Это просто ужасно. И я не знаю, как сейчас меня может кто-то любить. Потому что, ну, мне кажется, что я ужасный человек. Вот. Плюс у меня вот такая вот еще проблема. Я безумно благодарна за то, что меня любят. Просто спасибо огромное за терпение. И да за все. Просто за все. Потому что моя жизнь сейчас, она никогда не была лучше. В общем, не будьте как я. Иначе можно вот так вот жить всю свою жизнь с этим грузом на душе. А можно еще и не выжить. Вот так вот. Я благодарю вас за просмотр этого видео. Если вы его досмотрели, вам прям огромный респект. За то, что вы слушали мое нытье. Напишите, пожалуйста, в комментарии, нужно ли еще что-то подобное рассказывать. Потому что подобного дерьма у меня в жизни хватало. Всяких разных историй. И только таких. Это просто самое душещипательное и мучающее меня по сей день. Заходите во вкладку в описании. Там будут ссылочки на два паблика ВКонтакте. На мой телеграм-канал. На мой интернет-магазин. Обязательно заходите. Может быть найдете для себя там что-то интересное. Спасибо большое за просмотр. Любите и будьте любимы.